Телеканал «Боец» представляет в прошлой серии проекта. О, Летя, вы еще раз с денюхой? День рождения у меня всегда летом, и часто я попадаю либо на сборы спортивные, в спортивном лагере, либо еще куда-то. Вот в этом году оказалось так, что на проекте. Сегодня у нас борцовская тренировочка. Начал чувствовать очень резкую боль и сказал там тренирую. Сидеть даже больно или что? Ну я не сиди, ты на стадии больно, что-то отнимаю. Да елки, ну посиди пока. Сегодня у нас кулинарный поединок. Побеждает команда номер один. С удовольствием представляю вам Илья Аваров. С вам всем удачи, я вас всех приветствую еще раз. Дай Бог вам всем здоровья. Спасибо вам. Выйдут сегодня на ринг Ивашкин Владимир. Гугов Ислам. Победу одержал боец Ислам Гугов. Смотрите в этой серии. Сегодня попробуем провести первую тренировку. Вот именно то, что вот мне, по крайней мере, не достает. Я бью, я делаю все, что могу. Он меня таскает. Ну, костюмы там были веселые. Особенно казах в этом костюме был веселый, на сумасе-то похоже был. Такой просфит, он для ММА очень хорошо подходит. Хорошо. Два. Я хотела бы не смаковать никакую интригу. Итак, сегодня у нас будет рейтинговый бой. ММА. 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 Ребят, всем привет. Сегодня попробуем провести первую тренировку, где я покажу какие-то элементы с тайского бокса. Думаю, сработаемся. У нас не хватает одного спортсмена, одного бойца. Что случилось там? А ему зуб было. Зуб, да? Угу. По процедурам. Все ясно. Ладно, тогда поговорим потом после тренировок. Ну, и с ним лично тоже. Ну, все тогда самостоятельно. Разминаемся. Бежим по кругу. Сегодня будет такая коротенькая тренировка. Это больше на координацию, на развитие каких-то ощущений. Поэтому вот здесь вот по залу сели. Сейчас немножко потянемся, разомнемся. Ножки в бабочку. Двумя пальцем берем стопу и выворачиваем. Как будто хотите, чтобы подошва в потолок смотрела. И мягко, 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 мягко. Все время. Ну что, можно надеть щитки, перчатки. Сейчас отработаем пару приемов. Теперь смотрите, я вам спиной покажу для вас. Левая нога пойдет за правое плечо, правая пойдет за левое. Задача – упереться на ножку и почувствовать, что вы телом управляете. То есть получается такое движение. Раз. Контроль. Ушел. Именно на одну стопу, да. За плечо. Раз. Вот я управляю. Вернулся. Другая нога. Раз. Управляю. Вернулся. Пробуем. Нога за противоположное плечо. И именно вес тела должны расположить на ноге. Постоять и оттолкнуться. Будем отрабатывать лоу-кик. И после лоу-кика всякие на лоу-кике разные финты. Удары лоу-кикой. Ставишь блоки. Блок. Где-то ударил без финта. Где-то еще раз ударил. Показал. Ударил. Поехали. Он показывал свою технику. Удары коленом. Удары рукой. Ногой. Защиты. Вот. Тренировки в пользу пошли. Хорошо. Отлично. Теперь смотрите. Я лежу. Двумя руками. Помогаю себе. Отталкиваюсь ногой. Если я ухожу влево, я отталкиваюсь левой ногой. Если я ухожу вправо, получается вот такое движение. Раз. Раз. Делаем все на выдохе. То есть дышать это очень важно. Всегда дыхание. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Пробуем. Тарас именно больше акцент делал на партер, различные уходы с партера, в то же время уход контратака, защита именно в партере, как там уйти, как выйти с опасной ситуацией и в то же время как атаковать с этого положения. Время. Сейчас поработаем такое упражнение. Бей ногой. Один захватил. Теперь ты должен, задача мне сделать так, чтобы я не смог тебя бросить, не высечь. То есть, давай, я тебя бью. Да. Я бью. Я делаю все, что могу. Он меня таскает. Там по клетке, почему по рингу. Я делаю все. А мне уронить надо? Да, ты должен уронить. То есть и подсечки. Я делаю ногу, колену вниз, вставляю в пах и всем туловищем наклоняюсь на него. И отсюда. То есть можно войти в клинч. Также можно сбросить, отойти. Обоюдно? Да, обоюдно. То есть по очереди будем работать. Первая знакомительная тренировка с Артемом Вахитовым показывал именно те приемы и по-мастерски очень быстро перестроился под смешанное единоборство. Он именно показал то, что действительно нам надо. Сейчас смотрите, что мы делаем. Сейчас вы разбиваетесь по парам. Ложись на спину. Оказались. Так бывает на спине. Оказались. Очень важно сразу подтянуть ножки. Ноги вас защищают. Сразу сложить ручки. То есть ручки, пока у вас локти находятся на линии с коленями, мало что я смогу сделать. Пока у вас есть связь локтей с коленями, вы защищены. Я подхожу. Не спеша. Раз. Контроль. Ушел. Ноги в сторону. Два. Контроль. Контроль на ноге. Не здесь нога. Близко нога не стоит, потому что ногу может забрать. То есть я прям не стесняюсь. Коленом контролирую. Упираюсь в ножку. Контроль. И спокойно. Делается на скорость. Но мы сейчас никуда не спешим. Делаем просто правильно. Вот именно то, что мне, по крайней мере, не достает, это вот в партере. Я вот перевожу в партер неплохо вниз, но дальше я не работаю с этим. Пробел такой серьезный в знаниях у меня в этом аспекте, в этом плане. То есть и Тарас как раз дает то, что мне необходимо. Время. Сейчас еще немножко борьбы. Встаем. Вот клинч. Тайская тема. Клинч любой. Бьют коленями обоюдно. Я тебе ударил. Клинч. Поехали. Время. Несмотря на то, что, занимаясь тайским боксом, он очень хорошо переквалифицировал все вот эти вот приемы, именно которые пригодятся в ММА. Ничего лишнего. Все по делу. И все просто. Все четко. И все действительно только то, что нам необходимо. Вариант такой. Человек лежит на земле, да, мне не удалось вот здесь оказаться рядом. Он защищается ногами. То есть понятно, я не подхожу вот так вот. Поскольку по правилам человек лежащий может вас атаковать. Снизу, в голову, в корпус. Моя задача подойти к ногам. Ни в коем случае человек, который лежит, не должны быть ноги прямые. Если одна может быть прямой, вторая обязательно согнута. Две ноги выпрямили, они уже тяжело управляемые. Даже прессом тяжело держать. Правильно? Что мы сейчас делаем? Две ноги. И все то же самое. То есть две ноги. И все то же самое. Давайте пробуем. Сегодня на тренировке даже чуть-чуть засуетился. Прям и то, и то, и то. И надо успеть и запомнить. Потому что время сжато. И надо это учитывать, что ничто не вечно под луной. И это шоу тоже когда-то закончится. Время! Все. На сегодня тренировка заканчивается. Да, плохо. Еще, конечно, можно было много. Но еще все впереди. Спасибо за тренировку вам. Все довольно хорошо прошло. Все молодцы. Все схватывают на лету. Приятно работать с вами. Спасибо. Давайте сейчас заменочку еще. И я вас отпускаю. Дыхание восстановили. Просто встали. Спокойно. Вдох. Вниз с живота. Выдох. Вдох. Выдох. Все. Всем спасибо. И следующая тренировка у нас по расписанию. Он показывал нам вещи. Которые именно для ММА нужны. Вот партеры. В основном партеры. Он показывал там, как переходить в маунт. Там правильно. Как сближаться. Там такие тонкости. На самом деле, которые нужны именно для боевых бесправил. Парни, всем привет. Сегодня у нас такое испытание. Оно немножко может быть с элементами шутки. У каждого есть возможность себя почувствовать настоящим борцом с умо. Правила сегодня будут такие же, как и в настоящем сумо. По команде старт. Вы начинаете бороться. Тот, кто выходит за пределы круга или касается любой конечности, коленом это или рукой, проигрывает. Когда мы туда пришли, увидели поляну, увидели этот ковер, татами, эти костюмы. И, скажем так, в детство небольшое впали. Первая пара, приготовились. Бой! 1-0 побеждает команда черных. Сам по себе не такой уж тяжелый костюм, но передвигаться в нем тяжело. Вообще ни подвижности никакой. Ну, попробовал впервые. Так интересно было побороться. Приготовились. Первый раунд. Бой! Помогайте подняться, ребят, помогайте. 2-0 побеждает команда в черных футболках. АПЛОДИСМЕНТЫ Приготовились. Бой! Победила команда в красных футболках. Ну, костюмы там были веселые. Особенно казах в этом костюме был веселый, но сумасиста похож был. Давайте жмем руки друг другу. Разошлись. Приготовились. Бой! АПЛОДИСМЕНТЫ И побеждает команда в красных футболках. Все там хохотали. Как бы вообще забавно было наблюдать это все и со стороны, и как выглядели ребята. Приготовились. Бой! АПЛОДИСМЕНТЫ В этом бою побеждает представитель команды в черных футболках. АПЛОДИСМЕНТЫ Приготовились. Бой! Бой! АПЛОДИСМЕНТЫ Побеждает команда в черных футболках. АПЛОДИСМЕНТЫ Приготовились. Бой! АПЛОДИСМЕНТЫ Итого получается счет встречи 4-4. Теперь команда черных и команда красных выбирает сильнейшего бойца со своей команды. Команду в черных футболках представляет Магомед Мутаев. АПЛОДИСМЕНТЫ Что ответит команда в красных футболках? Команда красных представляет Юсуп Магомедов. Юсуп Магомедов. АПЛОДИСМЕНТЫ Прям много положительных эмоций. Радость была такая прям неисчерпаемая. Ну, такое что-то искреннее и действительно очень веселое. Приготовились! Бой! Бой! С итоговым счетом 5-4. Победила команда красных! Юсуп там всех порвал. Выиграл в том числе и Мутаева. В общем, зарядились положительными эмоциями. Такие мероприятия, как СУМО, очень эмоционально заряжают спортсменов. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые зрители! На протяжении всего проекта вы можете голосовать за любимого бойца. Каждый может стать участником финала. Отправляйте СМС-сообщение и голосуйте на сайте. Бойцам нужна ваша поддержка! СМС-сообщение и голосуйте на сайте. Перелома нету, а дальше мне сказали МРТ делать. А тренировка сказал, что ты симулируешь? Да? Возможно такое? Ты выходить не можешь дальше? Не, ну как ходить? Могу, конечно, ходить, но просто наступаешь, там боль такая острая. Ладно, что, давай зажимай. Давай, спасибо. Ничего там, в принципе, страшного, небольшая травма, да, у меня. Я советовался с доктором, может сейчас эти, конечно, время это я не особо буду тренироваться. В принципе, вообще, как бы особо не буду тренироваться. Ну, я так прикинул сам для себя, столько лет занимаюсь БМ-самбо, что то, что я знаю, эта техника, она никуда не денется. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, ребята молодцы, жалобы пассивные, то есть, вполне предугадываемые, ввиду того, что они часто используют суставные поверхности, их, конечно, травмируют и надрывают. В общем, в целом, к бою они готовы, они здоровы, драться можно, сражаться за победу нужно. Здравствуйте, ну как все чувствуешь? Ну, так, чуть-чуть похудешь. У Шакова тупая травма четырехглавой мышцы бедра. Это частая травма в этом спорте, в спорте единоборства и вообще в спорте. Вот, и здесь надо наблюдать, значит, 4-5 дней мы понаблюдаем, там есть нюансы, посмотрим, они либо будут в пользу бойца, либо против него. Ну что, покойчивая терапия, временная негализация. Вот, и мы тело установим. Привет, ребята, сегодня мастер-класс у вас проведет Александр Языков. Я думаю, сегодня он поделится своими методиками, знаниями и хорошо пройдет мастер-класс. Привет, ребят. Немного тоже о себе, как бы я профессиональный тренер, уже на протяжении 10 лет, сам с 5 лет занимаюсь боевыми искусствами. Сегодня мы с вами активно подвигаемся, давайте сейчас разойдемся по залу все, да, так, чтобы у вас всех было место, и сделаем вот так вот, и повернемся на 360 градусов, чтобы у каждого было приблизительно свое место, да, чтобы не мешали друг другу. Активно разминаемся. Беслан помнит с прошлого года, да, что хорошо не разомнет, как стандартный челнок. Начинаем двигаться с носка на носок, да, немножечко просто разомнемся. Смотрим. Я встал, перекатился, сымитировал движение на подъем из партера с контролем, сюда вернулся, плечи работают в каждом ударе, трицепс работает в каждом ударе. Вариантов отжиманий бывает два. Широкий хват, узкий хват только на плечи и трицепс. Здесь координация. Раз, подключил пресс, да, встал, выпрыгнул, добавил динамики. Приготовились 16 раз каждый. Вот прям за голову влияли противника, представили. Эй! И, эй! Можно так дружно покричать. Друг друга замотивируйте. Эй! 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 Приготовились. Один. Хорошо. Два. Добавляем дальше, да. Ислан помнит, мне просто нравится вот этот комплекс именно с приседанием. Раз, колено назад, выпад, вернулся, поменял, да. У нас получается два базовых упражнения на ноги, это приседание, здесь я вынос бедро на колено, да, и вот здесь сделал выпад. Правильный выпад 90-90. Приготовились. И раз! То, что давал нам Языков Александр, это называется, насколько я знаю, кроссфит. Тем более, такой кроссфит, он для ММА очень хорошо подходит. Дальше добавляю лёгкую атлетику. Задняя поверхность бедра, первые движения те же. Раз, два, заклёст, да. Ещё раз. Раз, два, заклёст. Итак, приготовились. Раз, два. Он показывал хорошие упражнения, которые там я, например... Ну, некоторые и знал я, но были такие упражнения, которые я не знал. С этого урок хороший был, с этого мастер-класса, какой продуктивный мастер-класс был. Пока молодцы. В целом, общая группа хорошо держится. Развернулись. Просто над прессом, да, мы разогрелись. Пресс хорошо прорабатывать нагретыми. Боковые мышцы живота, классика, да? Вот мы поднимаем. Вот мы поднимаем. Ноги к себе, да? С таким вот касанием наверху. Есть. Работа. Я подготовил заранее несколько зон. Для себя я выделяю вот Валера и Володя, да, зона. Зона популярная сейчас в мире, называется CRX. Покрышка. Тоже, да, абсолютно советская работа. Не было тренажёров, тягали покрышки, молотки. Тумбы. Два медицинбола. Мы поработаем два круга по пять минут. Работа будет очень динамичная. Взрыв в основном в ММА где-то 15 секунд, да? 15 секунд взрываемся максимально упражнениями, которые я покажу. И быстро переходим на станцию, да? Упражнения очень простые. Здесь. Пара. Взяли вот отрезок до, получается, клетки, да? Взрыв на ногах. Раз, два, да? Поставил. Раз, два, поставил. Раз, два, поставил. Ну, за 15 секунд постараться туда-обратно пройти. Чем хорош CRX? Лямки независимы друг от друга. Соответственно, дают определённую вибрацию. Вот мы встаём, да? Встали в позицию упор-лёжа. Выполнили отжимания. И здесь вот этот прыжок на такой. Раз, на взрыв, два. На широких ногах. Ай! Да, туда. Прям мощно. Ай! Здесь встали? Сели? Оп! Аккуратно. Мягко я прыгнул, да? Не разрушаю её, да? У меня нет амишевари здесь. Я не бью, не разбиваю тумбы. Присел. Сверху не надо. Пошёл. Здесь. Мячи. Давайте такое упражнение. На трицепс фиксируемся. Отжались. Прыгнули. Хоп! Там перекатились, да? Снова отжались. Прыгнули. Хоп! Встаёте. И вот 15 секунд. Понятно, да? Все по парам собрались. Снизу руки делаем вдох. Собираем всё негативное, что накопилось дома во время уже первых тренировок. Собрали. Вдох. И выдохом выбросили. Всё, не существует его, да? Не существует. Осталось только добро внутри. Вдох. Собрали. И выдох. Выдохнули. Вдох. После тренировки нет усталости. Ещё раз вдох. Нет усталости. Выдох. Спасибо, вы молодцы. Его вот эта заряженность, его вот этот бодряк, который он задаёт на тренировку, она передаётся и реально ощущается. То есть я считаю, это очень хороший и грамотный подход. То есть это прям чувствуется, что человек профессионал в этом деле. От нашего партнёра ММА «Империя» вот хотим вручить вам вот такую вот футболку. Молодя. Участник. Спасибо. Мы сделали некий блок, некую дискепу вставили в ребят, что они улучшили свою производительность, свою кондицию, кондицию бойца. Мы работали специально блоками для файтеров, для бойцов, да? Также эту тренировку можно построить для обычного человека и для любого вида спорта. Уважаемые тренеры, довольны ли вы новым пополнением тренеров в наших командах? Тарас, в общем, всё влился в коллектив. Со словов ребят, которые позанимались вместе с ним, они довольны. Он очень интересные вещи в партере показал. Тарас как раз даёт то, что мне необходимо. Я вот прям очень рад этому моменту, что он и, ну, такие, в принципе, незатейливые упражнения. Постараюсь применить это на практике. Отлично. Я в этом даже не сомневался, честно говоря. Алексей, а у тебя как? Ну, примерно то же самое скажу об Артёме. Значит, со слов ребят, все ребята довольны. Артём прекрасно преподнёс материал, показал ударную технику, показал там, выставил тренировочный процесс очень грамотно. Ну что, тогда приступаем к решению по поводу кандидатур, которые будут принимать участие в рейтинговом бою. Да, я поддерживаю. Ну, со своей командой я хочу, конечно, предоставить двух бойцов на выбор. Вот у меня Васильев Руслан и Генюк Денис. И я считаю, что Денис готов к бою, и он покажет очень красивый и зрелищный поединок. Эльдар, отличный выбор. Что на это ответит Алексей? Значит, Эльдар предложил очень интересных ребят. На самом деле, все ребята в команде у меня готовы. Ну, под его, ребят, я готов предложить, наверное, вот Владимира Ивашкина, который вернулся ко мне в проект и очень себя показывает и проявляет. В том числе, он стал капитаном, так скажем, команды. Готов я предложить его вот на этих ролях. Плюс Мортозалив Халид, парень, уже готов на все сто. Так скажем, его только осталось подвести немножко. Ну что ж, Эльдар, Алексей, вы предложили свои кандидатуры, но спортивный совет примет решение, кто же выйдет на рейтинговый бой. Я думаю, сейчас самое время пригласить ребят, и будем надеяться, что выбор спортивного совета совпадет с вашим. Я поддерживаю. Тогда приглашаем ребят. Да. Бойцы М1Fighter, приветствуем вас на итоговом совете. Ребята, у вас состояла сегодня первая тренировка со вторыми тренерами в каждой команде, и нам хотелось бы узнать, поделитесь с нами своими впечатлениями. Я хотел бы опередить и сказать, чтобы два человека. У нас есть Сергей Бекетов, который все-таки не владеет такой большой техникой. Хотел бы услышать его впечатление, и хотел бы услышать впечатление вкратце Беслана Этлешева. Сергей, скажи, пожалуйста, свое впечатление от Тараса, тренера, о тренировке. Ну, тренер Тарас, он тренер Александра Волкова, звезды мирового масштаба, очень великолепной техникой владеет, подходит ко всему досконально, подсказывает любую мелочь. И, ну, будет серьезное дополнение основному нашему ведущему тренеру Эльдару. Спасибо. Беслан. Ну, мне понравилось этим, что у него позиционная работа, везде, снизу, то есть уходы, все болевые. Ну, он работает в направлении, наверное, позиции, скажем, очень лучше. Ну, грамотно очень. Партер больше, да? Партер на добивание, уход. Спасибо. Ну, я со своей стороны начну, наверное, с капитана. Володя, расскажи, пожалуйста, как Артем провел тренировочку. Отлично провел. На каждой тренировке мы прибавляем, прибавляем знания. А от него очень интересно было увидеть, потому что, ну, то есть, воочек видели его нового бойца, который выиграл в этот же турнир. Ну, очень много он показал всего. Ребята, давайте поговорим о дисциплине. Как вы знаете, на нашем проекте, среди вас, среди участников, среди бойцов, это немаловажно. И вы были предупреждены о всех правилах. Вот я хотела бы обсудить мастер-класс, который провел Александр Языков, ОФП. На этом мастер-классе два бойца продемонстрировали свое полное безразличие. Игнорировали все просьбы и задачи Александра Языкова. Я хотела бы спросить о Георгии Кикелия и Магомед Мутаев. Вот по какой причине вы не хотели заниматься? Я отпросился у Александра. Я себя чувствовал плохо. Подошел, сказал и сказал, посиди, посмотри. Я проходил перед началом тренировки обследование у врача. Врач вывел травму и сказал мне нагружаться. Александр был в курсе. Просто, возможно, забыл про меня, но не предупредил вас. Ну, тогда все понятно. Садись, пожалуйста. Халид Муртазалиев у нас поднимается. Халид, скажи, пожалуйста, ты у нас уникальный участник реалити-шоу, который имеет право разрешать себе устраивать выходные. Объясни, по какой причине весь коллектив ждал тебя более 20 минут, а ты в итоге так и не спустился, и весь день ты нигде не присутствовал. Мне удалили зубы. Я когда проснулся, у меня вся подушка в крови была. И у меня кровоточил, я пока полоскал, пока кровь перестала идти, я спустился, уже автобуса не было. Ребята, я не могу выносить никаких вердиктов. Я всегда задаю вам вопросы по поводу дисциплины, для того, чтобы вы точно знали, что мы во всем вам пойдем на встречу, если вы будете заранее предупреждать. И, естественно, это лишнее подтверждение уважения участникам реалити-шоу, если вы будете вести себя так, что никто из ваших соперников никогда не будет вас ждать. Это, естественно, будет караться дисциплинарным предупреждением, наказанием и вычитанием баллов. Вот сегодня это наш, наверное, крайний такой совет, когда все уже все понимают, и каждый будет нести ответственность за свои правонарушения. Договорились? На сегодня на совете меня поругали Харитонова, тренера. И я на будущее учту, что пропускать тренировки нельзя. Сережа, расскажи, как прошло с УМО? Было очень весело, смешно, ребятам всем понравилось. Я думаю, что всем ребятам очень понравилось. Ну и в результате я хотела бы поздравить команду «Красных» с победой. Результаты индивидуального соревнования участников проекта на данный момент. Бойцы, набравшие большее количество баллов, выйдут в финал М1 файта. Итак, сегодня у нас будет рейтинговый бой. И в этом рейтинговом бою встретится Васильев Руслан. И Муртазалиев Халид. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, это кончится очередной наш совет. Всем желаю удачи. Видно, что лица ваши воодушевлены. Вы все в нормальном, пребываете в хорошем настроении. А ребятам пожелаем удачи и победить сильнейший. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые телезрители, с вами Эльдар Кинкерли и Алексей Кочиев, тренера проекта «М1 Файтер». У нас поединок Муртазалиев Халид против Руслана Васильева. Два бойца, два интересных бойца, похожие немножко по стилю поединка. Два интересных, можно сказать, грепплера. И мы сейчас видим, что Руслан Васильев подхватывает Халида и пытается все-таки перевести бой в партер, где он очень себя уютно чувствует. Что у него пока и получается. Ну что ж, да, конечно, подготовка Руслана Васильева он показал на проекте, как он может хорошо бороться. Но здесь, я говорю, одной из составляющих факторов, наверное, победы, это все-таки, скажем так, психологическое состояние бойца. Чем мне нравится Халид Муртазалиев, он был у меня в команде. Это, конечно, парень, вот я говорю, 19 лет ему было на проекте, ему исполнилось 20. И он, конечно, показал необычайную волю к победе и заряженность на победу. Что мы видим. То есть, вот, мне кажется, ни с кем не спасует этот парень, когда выйдет на ринг. Ну, сейчас мы видим контроль, конечно, Руслана Васильева. Ну, один минус Руслана, да, то, что все-таки категория это не Руслана, это на категорию выше работает Руслана. Вот ему в физическом плане, конечно, тяжеловато. Хотя, в техническом плане Руслан очень интересен. И я скажу, что он один из самых зрелищных партеровиков нашего проекта. Ну, да, это даже отметил Сергей Харитонов, когда боролся с Русланом. Ну, вот сейчас мы видим, что Халид вырывается все-таки наверх. Оказывается, сверху пытается сейчас уже свои движения. Да, вот сейчас идет такая оппозиционная борьба, но вот уже где-то близко. Уже боковой контроль, это уже, так скажем, такой намек. Не дает, не дает Руслан Васильев. Ну, Руслан Васильев любитель заканчивать свои поединки, находясь снизу удушающим приемом. Да, прекрасно чувствует себя на спине, согласен. Я думаю, с Халидом его тяжело это будет сделать, контролирующий. Или да, сколько? 80 килограмм, по-моему, было у Руслана на предварительных поединках. 80 килограмм. Он не добирал вес, а Халиду пришлось гонять. Да, Халид, по-моему, еще и придерживал. 84. Халид снимал, ну, трусак даже взвешивался, чтобы мы граммы их могли схватить. Да, да, да. Конечно, вот это, наверное, сейчас сказываются, вот эти килограммы. В очень хорошем положении сейчас Халид и работает на добивание. Вот здесь, видимо, акцентированные, конечно, удары, мощные в каждый удар. Вот физически не хватает сейчас выйти Руслану. Очень зрелищный, интересный боец Руслан, но это не его сейчас весовая категория. И очень сложно ему сейчас против таких ударов Халидом. Я думаю, что рефери остановит поединок. Вот он, да. Выход на бок и все. Видно, что Руслан не защищается. Ну что ж, поздравляем Халидом Антазалиева с победой. И техническим нокаутом в первом раунде победу одержал в этом поединке боец из синего угла ринга Халидом Антазалиева с победой. Какие выводы ты можешь сделать из этого проигранного боя? Силы надо набираться физической. Силы не хватило. Тяжелее было соперник, по-моему. Вот и все. Физически не хватило сил просто. В следующей серии вы увидите. Самое время доказать всем, что ты герой. Самое время оставаться со мной. Самое время даться, что есть сил, Когда со своей судьбой ты один на один. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ